Привет, друзья. Прошло две недели с выхода патча 7.28, и теперь, думаю, уже можно объективно взглянуть на игру и выделить хороших и плохих героев. Поэтому сегодня, как я и обещал, я продаюсь по новой мете. Возьмем все петролей и выделим по паре-тройке лучших героев в текущем патче. На самом деле, 7.28 повлиял на мету не то чтобы сильно, новой экономики почти нет, и героев по большей мере тоже не меняли, только добавили шарды, которые далеко не все будут покупать. Поэтому многие метовые герои остались в прошлых патчей, но все-таки есть и пара новых. И о тех и о других мы сегодня и поговорим. Ну, давайте сразу к теме. Напомню вам, что на метовых героях свет клином не сошелся. Далеко не обязательно играть только на тех героях, которых я назову. Побеждать можно на чем угодно, особенно когда у вас ниже 5000 рейтинга, там мета вообще в целом не важна. Так что если эти герои будут вам не по вкусу, ничего страшного, не нужно себя насиловать и играть только на них. В первую очередь, смотрите, нравится ли вам персонаж, и только во вторую очередь является ли он метовым. Ну, давайте пойдем по очереди паролям, и сначала быстро пройдемся по саппортам. Начнем с пятой позиции. Совсем новых героев тут довольно мало. Стал сильным Бэйн. О нем я уже говорил в обзоре о ганим шардов, повторю и сейчас. Шард у Бэйна слишком сильный. Главная кнопка Бэйна по игре это ультимейт. Если он поддерживается, то герой, которого поймал Бэйн, почти 100% умер. С линзой и талантом Бэйн может цеплять кого угодно, откуда угодно. Единственный шанс спастись это сбить грипп, ну или засейвить цель, а сейва не всегда есть. После 20 минуты с шардом сбить грипп становится в разы труднее, фактически невозможно. И по факту Бэйн может одной кнопкой убить кого захочет, когда захочет. И выигрывать против такого на любом коре в соло невозможно. Плюс сам герой получил немало апов, и теперь весь урон у Бэйна чистый. А инфибл обладает механикой, которая раньше была только у одной задувки ДК. А именно срезание всего урона, в том числе и зеленого. Так что любой кордом может против Бэйна в два раза меньше, независимо от айтемов. В общем Бэйн, если не лучшая пятая позиция, то одна из лучших это точно. Ивенрейт в 53% это подтверждает. Других супер сильных новых пятерок на самом-то деле и нет. Есть Шаман, который также получил один из сильнейших шардов или саппорта. С ним, во-первых, главная кнопка Шамана, связка, получает больше кастренж, причем немало, на целых 150 единиц. Ну и как бонус, еще 4 варда спаунит, что позволяет убивать кого-нибудь саппорта в соло, не тратить ультимейт. Плюс эти варды можно ставить на пуш и на фарм спаунов. Нажал сетку и отпустил, 8 секунд варды стоят. В общем герой супер сильный, венрейт у него также немаленький, 52%. Третьим и последним новым героем я назову Оракла. Он не то чтобы новый герой, Оракл пикался и раньше. Просто на фоне нерфов других саппортов он стал еще сильнее. Для хорошего пикрейта в 10%, у него очень большой венрейт, 53%. Оракла почти не меняли. Добавили ему новый шард, он не то чтобы сильный шард, скорее так, на троечку. Но его можно брать время от времени, и поэтому это уже апп героя, а герой уже был сильным. Сейчас все решается в ранних драках, а в них у Оракла проказ чуть ли не на 700 хп без кулдауна. Это супер сильный, драться против такого крайне трудно. Плюс как бы ультимейт, против которого при должном использовании вообще невозможно убить нужные цели. Из всех сейверов Оракл сейчас явно самый сильный. Также на пятую позицию все еще смело можно брать старого Андаинга, Лича и Джакира. Все эти герои хоть и не за улучшенными дрейтом, но как они были сильными пятерками, так и остались. Перейдем к четвертой позиции. Здесь безоговорочно лидируют герои старого патча, Рубик, Земелья и Лина. Их почти не нерфили, и они как и были автопиками на четвертую позицию так и остались. А Рубика так вообще еще апнули, ведь теперь у него просто бешеный кастренш. Из этих трех героев Лина, конечно, самая простая и самая стабильная. Из нового героев появился Нюкс. У него теперь просто нездоровый урон. На 100 больше чистого демэджа с ультимейта, и еще и шарт, который по факту кидает Вейл на цель за 1400 голды, не говоря о дикому спиде в ультимейте. Герой невероятно сильный. Многие метовые герои сейчас не супер жирные, и для Нюкса это просто корм. Из-за нового шарда я даже часто вижу догон на четверке Нюксе, что как бы всегда считалось признаком плохого тона, но сейчас как бы нет, нормально это. На самом деле ничего нового кроме Нюкса на четвертую позицию и нет. Помимо Лины, Рубика и Земелья есть Мирана, с огромным декорейтом и хорошим вентрейтом. Честно говоря, не советую брать Мирану, если вы не играете на этом герое. Мирана слишком зависит от стрелы, и по факту это рандомный герой. Поэтому если вы не уверены в себе, легче брать клину и стабильно давать импакт в каждой игре. К сожалению, про четвертую позицию больше говорить нечего, ничего нового для нее не завезли. Так что можно переходить к корам. Но перетянку мы перейдем к самой интересной части, небольшое объявление. Перейдя и зарегистрировавшись по моей ссылке в описании на сайте CSGouran, вы можете получить абсолютно халявные 25 центов. Немного, да, но на них можно купить какие-нибудь скины на этом же сайте. А можно пробовать сыграть и увеличить свой баланс. Правила игры очень простые. Выбираете нужный скин, пишите коэффициент, на который вы хотите умножить его стоимость, и все. Выбегает человечек, и если он добегает до вашего коэффициента, то стоимость умножается. Но если вы поставили слишком высокую планку, и он не добежал, то вы проиграли. Также можно играть против других людей. Поставив название сайта в никнейм в доте, вы получаете плюс 10% к выполнению баланса. Все ссылки будут в описании, и количество моих промокодов ограничено. Только первые тысячи человек получат 20%. Окей, перейдем к корам. На третьей позиции ситуация тоже довольно грустная. Все метовые герои перешли с патча 7.27. Почти все. Топ-1 уфлейнер сейчас, да и вообще топ-1 герой в доте, это, конечно же, Марс. Герой был суперпопулярным последние полгода. Его почти не фиксили, разве что монокосту второго скила подняли. Но зато ультимейта уменьшили, поэтому прокаст по факту остался без изменений. Помимо нерфов, героя добавили аганим шард. Изначально он мне показался слабым, ведь огонь мало дамажит, а двух героев ряде пригвоздишь. Но я не учел фактор того, что копье теперь убивает крипов и отпушивает линии. А за такую сумму это довольно много импакта. Так что айтем суперсильный, и он апает героя. Выходит, что и без того сильный герой получил новые возможности. А еще и аганим, который позволяет Марсу не терять актуальность к лейту. Из всех аганимов, что были у Марса, этот явно самый сильный. В общем, Марс это явно лучший выбор в оффлейне сейчас, как и в принципе в прошлом патче. Второй герой, как и Марс, просто переехал из патча в патч почти без нерфов. Это Слардар. Ну как без нерфов? На 2% меньше муспида, чуть больше монокосты на скиллах. Этого мало, чтобы один из сильнейших героев доты потерял свои позиции. Слардар слишком все равно на линии. Если не выиграть его с первых уровней, он не даст фармить ни одному милишному керри, а керри сейчас все милишные. И плюс, любой герой, который оказался далеко от дагера, для Слардара просто корм. Убежать от него нельзя и тп нажать тоже. Предметы героя почти не нужны, один дагер и в будущем БКБ. Но и с лишними деньгами Слардар будет сильным, наравне с корами. В общем, пока какие-то серьезные нерфы лайнингов у героя не произойдут, Слардар останется одним из лучших оффлейнеров. Единственным новым сильным героем в оффлейне можно назвать Сент Кинга. Раньше он почти не пикался, сейчас же его можно встретить довольно часто, причем с хорошим мидрейтом. Сент Кинга сильно апнули. Во-первых, его ультимейт теперь нельзя сбить. Это теперь анимация, а не произнесение заклинания. А значит, его можно отменить, и скилл не уйдет в кулдаун. Его можно сбить, и он не уйдет в кулдаун. Это супер сильно. Во-вторых, ульты подняли радиус, причем подняли в два раза на первых толчках. Ну и в-третьих, дали приемлемый шард. Далеко не лучший шард, но приемлемый. Не лучший, потому что урона с него совсем мало. Но для отпуша линии с 1400 голды, когда есть лишние деньги, эффект нормальный, его можно покупать. В общем, Марс, Сент Кинг и Селедка, это три лучших выбранного флейн сейчас. Но, конечно же, есть и другие сильные герои, которые просто чуть меньше выделяются. Например, Пангольер, Андерлорд, ну и, конечно же, Тайд. Ну, идем дальше. В миде сейчас, наверное, самая интересная ситуация. Тут много новых героев. Тем не менее, наверное, самым универсальным и стабильным мидером до сих пор можно считать эсэфа. Он как был одним из сильнейших в патче 7.27, так и остался. Его даже апнули, уменьшив монокостные скиллы и добавив полезный шард. Речь, конечно, идет о магичном эсэфе. Сейчас у него появился не только шард, но и новый блин, который можно быстро покупать. В общем, герой суперпопулярный и суперсильный. На низкий винрейт в его случае я бы не стал обращать внимания. При должном умении вы в каждой игре можете быть полезным на этом герое. Это сейчас явно лучший и сам универсальный мидер. Действительно новым героем в миде стал пак. Его уже давно не пикали на эту роль. Сейчас же 53% винрейта и солидный пикрейт. Пака просто слишком сильно заапали по всем фронтам. Больше ловкости, больше урона со скиллов, больше дальность прыжка со второго скилла, хороший полезный шард. И плюс ко всему новые хорошие предметы. А именно Вичблейд, который покупают почти в каждой игре вторым слотом. Ну и Аркан Блинк к лейту. Такие апы не проходят незамеченными, поэтому пак сейчас почти в каждой игре на миде. Плюс пак один из лучших контрпиков нового метового мидера, а именно Тинкера. Тинкер сейчас просто машина. Его самого почти не меняли. Шард оказался слабым, огнем хоть и полезным, но покупают его далеко не в каждой игре. А вот реворк Энджента, за счет которого Тинкер теперь может фармить их, и новый Блинк, который Тинкер покупает ранними слотами, и отсутствие резиста у Сатаника, который раньше контрил Хекс. Это все уже куда серьезнее. По статистике у Тинкера сейчас не самый большой пикрейт. Но, честно говоря, по ощущениям, герой почти в каждой игре. И почти каждую игру он либо выигрывает, либо хотя бы в соло-таче. Небольшой пикрейт может быть из-за огромного банрейта, который явно свидетельствует о силе героя. В общем, SF, пак и Тинкер — это сейчас, наверное, три лучших выбора в мид. Из старых героев все еще силен инвокер, ведь его не то чтобы не нерфили, а, можно сказать, даже апали. Все еще силен Шторм, ведь его никак не нерфили. И все еще силен Зевс. Кстати, есть еще один новый сильный мидер — это Манки Кинг. Его апают уже не первый патч, причем довольно сильно апают. А теперь ему дали новую сборку через новую арбу и замедляющий Вич Блейд, ну и старый Аганим. А еще Аганим Шарту Манки Кинга сильный, и сейчас за многие патчи, наверное, лучшее время для Манки Кинга в миде. Ну и осталась первая позиция. Здесь безоговорочное лидерство занимает Врес Кинг. Врес Кинг просто невероятно силен. Новые криты куда лучше старых. С ними все намного проще. Фармить на линии проще, причем с первого левла. Убивать проще. Урона не дают тогда, когда нужно, а не рандомно. Тем более скорости атаки у ВК всегда было мало, и гарантированный крит намного больше дает ДПСа, чем рандомные криты, которые зависят от скорости атаки. Плюс ВК идеально подходит для требования для кора в текущем патче. Он может уйти в лес чуть ли не с первых уровней, а это часто нужно и полезно. Он может пушить вышки вообще без слотов. И на 8 минуте он нажимает ТП в оффлейн, и сносит тавер за 10 секунд, вообще не имея айтемов. А тавер на легкую противника супер важен, ведь он открывает очень много места для фарма. ВК может фармить энчентов, а это всегда востребовано, и с минимальным радиком, который даже с плохого лайна можно вынести к 15-й минуте, ВК будет, наверное, сильнейшим керри в драке на такой стадии. А ранние драки важны, ведь камбэка в доте сейчас нет. Ну и агоним шарт. Он явно полезнее, чем старый талант на 20-м, ведь получить его можно быстрее, и тогда, когда это нужно, а не в каждой игре. ВК можно брать вообще в каждой игре, не запариваясь. Сейчас это сильнейший керри. Из других прям новых керри есть не так много героев. Их, дай бог, двое. Первый это Люкан, со своими заоблачными 60% венрейта. Люкан всегда был сломанным героем для паблика. С любыми минимальными апами или ускорением меты, Люкан всегда ворвался в топ венрейтов, а апы у него были. Это и новые барабаны, и ап некров, и ап способностей, и полезный агоним шарт, который раньше был агонимом и ствол в 4 раза дороже. Особо говорить про Люкана, честно говоря, не хочется. Умеете на нем играть, смело берите героя, пока его снова не понерфили. Ну и третьим назову Террорблейда. Он здесь скорее как герой контра, против Фрискинга и Люкана. Плюс у Террорблейда много новых фишек. Главный из них это агоним, о котором я уже рассказывал в прошлом ролике. Агоним дает вторую мету еще и с контролем. Для героя, у которого нет контроля, и который сильно зависит от меты, это идеальное вложение в 3-4 слот. Из-за нерфов других метовых горов, и апов Фрискинга и Люкана, против которых Террорблейд хорош, он еще стал одним из лучших героев на первую позицию. Остальные керри переехали со старых патчей. Спектр и Свен нерфы не пережили, и их уже брать не стоит. А вот Морф, Джиггернаут и, наверное, даже Фантомка все еще более чем играбельно. Особенно Морф. Что ж, вот такие вот итоги мы имеем после патча 728. Многие все еще думают, что это не конец, и будет еще один основательный патч, в котором поменяют карту и экономику. Я тоже придерживаюсь этого мнения, и уверен, что до конца января мы еще получим что-нибудь значимое, и тогда в мете что-нибудь поменяется, и не будет половины героев со старых патчей. Ну, а пока что имеем, что имеем. Если видео было для вас полезным или хотя бы интересным, то оценивайте его лайком и канал подпиской. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи.